Одни считают его влиятельным лидером, спасителем русского мира. Другие – лжецом и безумным диктатором, развязавшим бессмысленную войну в центре Европы. Кто такой Путин? Я впервые его увидел, и меня поразили его глаза жуткие, совершенно стеклянно-оловянные. Это первое. И второе, что меня поразило – это высочайшая степень озлобленности. К нему относились в достаточной степени презрительно. У него в то время была кличка, вы знаете, наверное, какая моль. Как история вознесла Владимира Путина из питерской подворотни на самую вершину власти? Кто этот человек, о котором вы говорите? Владимир Путин родился в Ленинграде в бедной семье. Мама работала уборщицей, отец – заводским рабочим. Долгие годы они жили в коммуналке. Важным этапом взросления юного Путина стали занятия в секции самбо. Как вспоминает его первый тренер Анатолий Рахлин, это был очень агрессивный и вспыльчивый мальчик. Провокатор, видевший мир через призму дворовых понятий. Самбо подарило Путину друзей, с которыми он спустя годы поделит Россию. Путин всегда был наглым дворовым пацаном, рассказал радиосвободе вице-чемпион СССР по самбо Николай Ващилин. Я понимаю, почему он хотел стать разведчиком, работать в КГБ. Он сам пишет, что однажды ему дали в лоб так, что искры из глаз полетели. И он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь. А такой силой в СССР был только КГБ, сказал Ващилин. На старших курсах юрфака Ленинградского университета Путин стал сотрудником КГБ. После чекистской школы оказался в разведке. По словам Бориса Райтшустера, автора книги о Путине, с 1985 по 1990 год тот служил в Дрездене под прикрытием, занимался слежкой, курировал советских студентов. Он там, надо честно сказать, был седьмой водой на киселе. То есть ничего такого суперспециального нет. И когда сейчас многие там стараются, этому такую окраску, что он там чуть ли не был советский Чеймс Понт, то это, на мой взгляд, очень смешно. Путин в Дрездене сотрудничал с Министерством госбезопасности Восточной Германии. В архиве нашли его удостоверение сотрудника Штази. Это была одна из самых зловещих спецслужб в мире. Правда, по словам эксперта по взаимоотношениям КГБ и Штази Дугласа Селвиджа, удостоверение помогало Путину заходить в штаб-квартиры этой спецслужбы. Вот как описал бывший сослуживец Путина, нынешнего президента Российской Федерации, в своей книге, изданной в 2004 году. Тем не менее, школа КГБ дала Путину одно важное качество – способность расположить к себе и нравиться людям. Я вообще в его искренность нигде и никак не чувствую. КГБшник может изобразить все, что угодно. Это, так сказать, актерские или какие-то специальные методы обхождения с людьми. Их же учат этому, как нравится, как войти в доверие, как проникнуть в душу к человеку. Это профессиональное мастерство. Так вот он, будучи откровенным, сказал, Степаныч, пошел по коридору, бабки делать надо, бабки делать надо. Это сказал еще молодой тогда Путин депутат Ленцовета Андрющенко через неделю после Путча. Так, в 90-м началась стремительная политическая карьера Путина. Шла она рука об руку с зарабатыванием денег. После возвращения из Германии и увольнения из КГБ Путин стал заместителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. До 95-го года он возглавлял комитет по внешним связям. Не проработав там и двух лет, Владимир Путин был обвинен в коррупционной афере. В 1992-м петербургский депутат Марина Салье обвинила комитет по внешним связям и лично Путина в создании схемы продажи за рубеж сырья в обмен на продовольствие. Нам выделены квоты на лес, нефть, металлы, редкие металлы, алюминий для бартера. Долговоры были заключены бог знает с какими фирмами. Фирмы были явно совершенно подставные однодневки. Лицензии выдавались нашим питерским комитетом по внешнеэкономическим связям, то есть Путина. И товары уходили туда за рубеж, а продовольствие не поступало. Всего за рубеж отправили нефтепродуктов, черных и цветных металлов и лес на 122 миллиона долларов. И это было только начало. Первое, что ему поручили еще до того, как он стал президентом, это собрать все деньги Советского Союза. Это гигантские суммы, разбросанные по всем странам мира. Он старательно это делал. Как я понимаю, часть этих денег поступала, вот как этот банк, около Смольного называется, я все время звонил. В России. Среди акционеров банка был и Владимир Путин. Путин появился там не случайно. Он пришел и первое, что он начал делать, это отмывать деньги и недвижимость партии. Это был банк, куда отправились деньги обкома КПСС. И здание для этого банка было получено от Путина. Основной акционер Банка России – старый приятель Путина Юрий Ковальчук. Банк России называют банком «друзей Путина» и «ядром финансовой империи Кремля». За 19 лет активы банка выросли в 2015 раз. Путин наращивал обороты и в политике. Неприметный местечковый чиновник становится в июле 1998 года главой ФСБ. Долженность не приносит Путину народной любви и широкого одобрения. Даже в 1999-м, когда Борис Ельцин назначает его председателем правительства России, мало кто в России одобрял Путина. Опрос, проведенный в августе того года, показал, что новоиспеченного политика поддерживали только 31% опрошенных. Треть его не одобряла, а еще треть не знали, что ответить. Ситуация поменялась кардинально всего через два месяца. Рейтинг одобрения Путина взлетел до 65%. Что произошло? Трагедия. Трагедия, от которой выиграл только один человек – Путин. Как заставить русский народ себя полюбить, подскажут цифры. У россиян спросили, какой правителем по нраву. В мае 1999 года, за несколько месяцев до назначения Владимира Путина премьером России, в целом составил рейтинг персонажей, которых россияне хотят видеть во главе страны. Это были Петр I, Глеб Жеглов и Штирлиц. Эксперты заключили, что россияне хотят видеть во главе страны агрессивного, а не заботливого руководителя. Люди отдают предпочтение силе и жестокости, ожидая, что эти качества помогут установить порядок в России. И именно таким «спасителем» стал Путин. Сначала спровоцировал Вторую войну в Чечне, а потом всех от нее же и спас. С 4 по 16 сентября 1999 года в Москве, Буйнакске и Вологодонске произошла серия терактов. В результате взрывов жилых домов погибли 307 человек, более 1700 получили ранения. По официальной версии Российской Федерации теракты организовали чеченские боевики. Но у российской оппозиции и мировой общественности есть иная версия о причастности к терактам спецслужб России и ФСБ. Эта теория появилась после того, как в разгар серии терактов в подвале жилого дома в Рязани жильцы обнаружили мешки с белым веществом. К дому приехала милиция, подтвердила, что это гексоген. В розыск объявили троих подозреваемых. Министр внутренних дел заявил о позитивных сдвигах в расследовании. В игру вступает ФСБ. И тут выходит буквально спустя полчаса Николай Платоныч Патрушев и говорит, ой, да это были учения, это были наши люди. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. В итоге эта история получила название «Рязанский сахар». Все это было нужно для того, чтобы получить предлог для начала Второй Чеченской войны и для роста рейтинга Путина. Путину нужен был мандат на войну, ему нужен был рейтинг. В результате вот этих терактов кто-то, кто их совершил, он дико напугал людей на то, что они вообще согласились на все. И на Путина, и на войну в Чечне. После этого взрывы прекратились. И из абсолютно неизбираемого политика стал суперпопулярным лидером после этих терактов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. По мнению очевидцев, с середины 99-го до президентских выборов в марте 2000-го увеличить рейтинг Путина с пресловутых 30% было невозможно. Помочь могла лишь маленькая победоносная война. После терактов и начала Второй Чеченской войны рейтинг Путина вырос до 65%. Анализируя события того времени, говорили, такого быть не может. Да? Не хочется в это верить. А вот сейчас, спустя 20 лет, после Крыма, после Донецка, после Скрипалей, после Навального, после сбитого Боинга. Какой ответ? Может такое быть? Скорее, да, чем нет.